Мне хочется спросить, как вы понимаете слово «мужество»? 9 декабря, День Героев Отечества, начался в каждой школе Мамадышского района с уроков мужества. В них учащиеся с большим уважением и благодарностью вспоминали тех, кто своим мужеством, героизмом, самоотверженным служением Родине завоевали звания Героя России, Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, Кавалеров Орденов Святого Георгия Славы. Смотрели отрывки из фильмов, посвященные этой теме. На уроке узнала о героях Великой Отечественной войны. Зина, Портнова, Валя, Котик. Среди них были и маленькие дети моего возраста. Я ими очень восхищаюсь, они огромные молодцы. Полезно ли вам такое урок? Очень. Я считаю, что нынешнему поколению очень важно знать о таких людях. На этом уроке я узнала о детях, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Они, несмотря на свой юный возраст, не побоялись. И как взрослые тоже участвовали в войне. И принесли. То есть они были партизанами, они доставляли очень важную информацию. То есть они очень помогли в этой войне. Продолжение уроков прошло на Аллее Славы в центре города. Руководство района, учащиеся преподаватели, представители общественных организаций возложили цветы к бюстам героев. День памяти героев – это величайший праздник в истории нашей России. От царских времен, от петровских времен до начала Великой Отечественной войны. Помнить, чтить, соблюдать порядок в отношении своей территории, своего города. Жить тем, что Мамадыш – это город гостеприимный. За свою историю район подарил нашей стране героя гражданской войны Степана Домолазова, четырех героев Советского Союза – Гафиата Нигматулина, Михаила Просфирнина, Ивана Максимова, Михаила Москвина, кавалера Ордена Славы, меня Ахмета Ауходеева, героя социального строительства Татарстана Юнуса Якупова, героя России Георгия Смирнова, героев социалистического труда Ивана Иванова и Минуру Хайрулину. Памятные мероприятия в честь Дня Героев Отечества прошли и в сельских поселениях. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...